На городском парафестивале за столами для настольного тенниса разворачивается серьезная борьба. Соперники уже давно знакомы. Многие из них профессионально занимались этим видом. Другие только на любительском уровне. Но все равно стараются показать свою лучшую игру. Ведь сражаются не только за свое имя, но и за честь района. Сюда приходим, как бы здесь мне нравится. Очень хорошо заниматься. Фавориты вот они играют. Они очень серьезные игроки. Ой-ой-ой. С ними не сложно биться. И не теннисист с таком. Это чисто любительская тема. А тут ребята занимаются мастера. Не менее напряженные в секторе с корнхоллом. Здесь участникам нужно попадать специальными мешочками в лунку на расстоянии нескольких метров. Либо сохранить его на площадке рядом. Татьяна Безвербных с этой задачей справилась. Большая часть бросков завершилась с набранными очками. Но, признается женщина, на разминке было гораздо проще. Когда тренировалась, было все легко. Сейчас стало, как говорится, на счет. Руки трясутся. Какое-то волнение появилось. Это интересно. Интересно и азартно. Вот именно хочется попасть в лунку. Хочется... Ну, победы хочется. Паралимпийский спортивный фестиваль для пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья проходит в Самаре с 2009 года. Он приурочен ко дню пожилого человека. В этот раз команды девяти районов города собрались в спорткомплексе «Виктория-2», чтобы выявить лучших в пяти видах спорта. Дартсе, корнхолле, мини-гольфе, новусе и настольном теннисе. Это такие виды спорта, которые не требуют очень большой физической активности, поскольку мы должны понимать, что это все-таки люди с ограниченными возможностями. Они ведь готовятся, они тренируются, они в эти игры играют на протяжении какого-то времени для того, чтобы самый хороший результат показать на этих соревнованиях. По завершении турнира лучших пара спортсменов наградили медалями, кубками и ценными призами. Также они получили право представлять Самару на областных соревнованиях. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.